здравствуйте дорогие вышивальщицы и вышивальщики прежде всего хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником пожелать всем вечного вдохновения и больших успехов в нашем хобби ну а сейчас я хочу сделать обзор на журнал cross stitch cold это номер за октябрь 2017 года как видите здесь уже полностью номер посвящен рождеству вот тут мы видим превью что будет в этом номере какие будут дизайны в прошлом номере мы тоже это видели ну и первая тема называется зимние объятия так можно сказать очень милый сюжет от дизайнера джанет стела впервые я вижу за этот год в журналах не было ни одного дизайна от этого дизайнера посмотрите какой милый сюжет очень теплый очень такой по-детски наивный мне очень понравились их носы они сразу узнается что это морковка но они такие кругленькие да потому что снеговики смотрят на нас прямо классные такие снеговики и здесь вот притаились два кардинальчика тоже которые можно сказать обнимаются друг с другом вышивает этот сюжет на равномерке 28 аккаунта синего цвета для того чтобы его что выше такую подушечку нужен отрез 45 на 45 сантиметров 30 оттенков мулины участвует в отшиве достаточно много бэка на самих снеговиках фон вышивается без бэка красноцветный здесь используется клиник французские узелки даже из бисердных хилл что говорит сама дизайнер о своей работе она пишет что она использовала яркие цвета чтобы контрастировали они с синим фоном с темным да таким можно можно сказать неприветливым вот и она сказала что если вы будете вышивать с тем что потом повесить этот сюжет на стену то сюда прекрасно подойдет красная или золотая рамка золотая наверно потому что клиник золотой используется красная понятно здесь очень много красного дальше да типа письма читателей вот они присылали что они вышивали и вот этот вот сюжетик это оформленная картинка она выиграла наборчик от после 3 и эта тема называется рассматривание витрин здесь мы видим в общем-то распространенную такую тему рождественскую как дети стоящие около витрины игрушек накануне рождества да то есть дети выбирают себе подарки или мечтают о том что вам что-то подарили такое красивый сюжет яркий и по-моему очень простой для того чтобы вышить этот дизайн потребуется отрез равномерки 28 аккаунта белого цвета 45 на 40 сантиметров сам сюжет конечно меньше то есть равномерка 45 на 40 этот полностью для того чтобы оформить в картину этот сюжет здесь в принципе полная зашивка вот тут только вот в уголке вот здесь остается не зашитым участок участвует в отшиве 31 оттенок мулине полукресты кресты бэк и французские узелки здесь тоже есть не зашитые участки самому низу то есть как бы картина немножко такая получается не с ровными краями и мне понравилось то что написала джоан эстон дизайнер этого сюжета о своей работе значит она написала что немножко отстраненным выглядят эти дети да отстранены выглядят эти дети потому что не стоит спиной нет визуального контакта у зрителя с ними поэтому она расположила игрушки лицом к витрине да вот солдатик мишка и немножко лошадка да вот чтобы их такие дружественные лица глаза они смотрели на зрителя чтобы не было ощущение такой отстраненности вот что был визуальный контакт и она также пишет что использовала здесь красные оттенки в обилии потому как рождество это время уюта тепла и вот этими оттенками она пыталась это все передать меня например смутила вот это вот шляпка у девочки она выглядит как соломенная шляпка ну как то вот немножко контрастирует с холодной зимой да ну может она просто так выглядит на самом деле наша стена конечно следующая тема это гид покупателя здесь как всегда представлены различные наборчики товары для вышивальщиц вышивки и первое что мы видим это набор вот heaven and earth это сюжет этот сюжет мы знаем по набору dimensions что-то там тоже рождественская деревня или что что в таком духе да только здесь он все-таки выглядит немножко мрачновато по сравнению с тем как он выглядит у dimensions и такой набор стоит 70 фунтов стерлингов дальше очень меня порадовала вот это вот часть это представлены наборы от реолис все мы их видели кто был на выставке в москве недавно и и я например видела да по видео девочкам эти наборчики отшивая их они прекрасные симпатичные и вот они стоят здесь вот 14 фунтов стерлингов наверняка подороже чем в россии вот такой интересный набор от фирмы 3d cross stitch на перфорированной бумаги вышиваются части для веера потом это все дело скрепляется ну конечно да после того как вышьешь я не знаю как там задник оформляется здесь написано но здесь предлагается вышить такой сюжет такой веер для того чтобы подарить его в качестве рождественской открытки своим близким вот так здесь написано christmas greetings поздравления на рождественские дальше набор от дизайн векс в принципе набор очень мне кажется старый но всяком случае я его же не первый раз вижу ты точно и это библейские сюжеты связанные с рождеством маленькие наборчики для пошива ой для вышивки открыток рождественских с дизайнами от редис вот одна такая открыточка один такой набор для вышивки открыточки стоит почти 15 фунтов стерлингов мне кажется не дешево вот еще сюжетики для открыточек от херитаж и вот такая вот сумочка для рукоделия дальше тема называется сахар и специи мы видим здесь вымпел или я не знаю как вы можно еще назвать панно да для кухни этот это от марии диаз дизайн написано здесь кушать пить и радоваться ну что ж такой рождественский сюжет сэмплер можно сказать используется здесь для пошива 28 каунтер равномерка белого цвета размер равномерки должен быть 38 на 45 сантиметров всего участвует в отшиве 18 оттенков мулине в общем такой незамысловатый сюжет здесь еще кроме крестиков и бэка вышивается вышиваются французские узелки ну и вот традиционная девушка от шан васильев это еще одна балерина в течение года выходили по моему два дизайна с ее балеринами если не ошибаюсь и вот такая третья балерина она все-таки больше такая зимняя поскольку вот здесь вот смотрите-ка какие-то снежинки да вот и причем она на снегу наверное логичнее если бы она была фигуристкой то как-то прям даже ее жалко холодные наверное вышиваются сюжет на серые равномерки двадцать восьмого каунта и вообще смотрю они все на двадцать восьмом каунте все вышивают 23 оттенка мулине используется здесь металлик бисер мелхилл ну в общем вот так и значит сама шина василий вот здесь ты читала она пишет что она не случайно выбрала серый цвет равномерки чтобы вот эти вот снежинки контрастировали с ней снежинки выполнены жемчужным цветом креника и по моему белый опал мелхилл то есть они очень красиво блестят как пишет дизайнер и контрастировать серым серой равномеркой ну в общем да и снег который в ногах у балерины он тоже контрастирует сразу видно что это снег наверное да наверное это логично дальше спроси у эксперта такой вот раздел единственное что мне здесь показалось интересным это вот этот вот вот это письмо от девушки которая пишет что у нее в ванной висела работа выполненная крестиком и она была шокирована тем что увидела нет работе пятна от плесени и что же делать спрошу там ей советуют во-первых эти пятна как сказать промокнуть уксусом или не за замочить в уксусе немножко да после этого теплой водой смыть и если они не смылись то еще раз повторить эту всю процедуру ну плесень боится уксуса в общем суть в этом они советуют вот купить такой уксус то есть это в общем то обычный пульверизатор который я так понимаю налит уксус не знаю какой процент не видно вот и они пишут что основа и нитки не должны пострадать вот этого уксуса все должно быть нормально наверное все таки зависит от того чем выше сюжет я так думаю и советуют если вы захотите повесить в ванной или в кухне там где много влаги какую-то картину то позаботиться о том чтобы она была без стекла либо между работой и стеклом было достаточное расстояние чтобы ну как бы конденсировался воздух да и задник чтобы не был из плотного материала непродуваемого дальше ничего такого ну и вот конечно мне кажется это очередной шедевр от карел торнтон она молодец она делает прекрасные дизайны не используя практически бэк это заяц как он называется кстати полуночный визитер такой космический заяц я бы сказала так она выполняется эта работа на темно-синем синей равномерки то есть вот эти вот этот весь участок он не зашит да только вот эти вот белые точечки кстати их шип не научу не просто будет если будут протяжки они наверное будут светиться сзади здесь бэк участвует только вот здесь вот в этих усиках все больше бэка нет просто просто такая проработка интересная сюжетом дизайном и она вышивается работа на 28 равномерке синего цвета размер отреза должен быть 23 с половиной на 31 сантиметр участвует в отшиве 9 цветов всего лишь всего лишь 9 цветов удивительно ну а какой эффект очень красиво ну она пишет что если вы задумаете оформить ее в картину то она советует сделать с таким черным паспарту хотим такой на графитовая скорее цвет и обязательно сделать между паспарту и картинами такую белую обрамление белая дам тоненькая чтобы не слилась темная равномерка синяя с этим темным цветом и рамочку она советует сделать золотой потому что это будет сочетаться с самим зайцем ну зайцем не золотой но все равно такие вот оттенки до теплые коричнево желтая в отшиве участвуют крестики немножко бэк все очень интересный дизайн дальше не будем здесь устанавливаться но вот такой ланч мат я так понимаю да так и называется рождественской теме от дюрин джонс такой шуточно немножко мы здесь видим санта клаус санта клауса с его оленем рудольфом да немножко не в нашей традиции ну вот так и здесь значит написано напиток санта клауса морковка рудольфа то есть сюда кладется морковка сиданы напиток а это что такое я не знаю лечение санта клауса может быть ну кто-то знает английские получше меня поэтому наверное разберется я не знаю я пыталась перевести но что-то как-то мне не получилось вышивается это все на двадцать восьмом каунте равномерки белого цвета и всего лишь участвует 18 оттенков да вот кстати здесь в дизайне используются лжирские глазки и вот они вот такой смешной деда мороз его просто можно даже куда-нибудь вышить не обязательно вышивать этот мат просто деда мороза когда куда-нибудь втулить вышить открытку или я не знаю мелочь какой-нибудь да и в общем то оленя тоже здесь такой веселенький алфавит такой вот раздел называется называется он обзор наборов рождественский декор первое что мы видим это наборчики от фирмы верваку вот такие мешочки рождественские дальше от фирмы орхидеи заготовки деревянные на которые вышивается какой-то орнамент типо тивной вишни попроще мне кажется и стоит конечно кажется дороговато для такого маленького наборчика 8 фунтов стерлингов это известный в общем-то набор игрушек для вышивания игрушек на пластиковый конве от дизайн векс викторианский рождественский орнамент симпатичные цвета интересный наборчик стоит такой 1784 фунтов стерлингов здесь такой вот странный набор вышивания для вышивания сердечко ну вот с таким вот рождественским оленям рудольфом да тем самым который возит санта клауса и это от клеопатра с нигелл размер какой-то дизайнер понятия не имею все эти 16 фунтов стерлингов стоит вот такой набор дешево опять же фирвака так сердечко с елочкой ну это хардангер от пермин игрушки тоже известный набор общем-то многие его вышивали ну и все ничего такого сверху почему-то нет ни сапогов ни сапогов ни каких-то красивых игрушек все достаточно примитивное так и этот дизайн представлен дизайнером фионой бекер она предлагает сначала вышить а потом сшить вот такой стопор для двери очень просто орнамент да в общем-то в скандинавском стиле олень всего два цвета участвует в аршиве бежевый красный вот этот белый по-моему даже нет бюджета тоже или же он не вышивается нет вышивается наверное сейчас посмотрю 20 28 каунт равномерки используется белого цвета в общем-то и все такой наборчик такой дизайн достаточно простой примитивный нет белый не используется странно ведь используется животом почему-то не указано в ключе красный кремовый красный кремовый он не белый он кремовый все понятно то есть вот это вот внутри вышивается кремовым и красным все понятно не будем останавливаться долго на этом но это то что будет следующем номере следующий номер будет 28 ноября и вы посмотрите какие здесь сюжет это еще 28 ноября еще не наступило рождество еще не наступил новый год а здесь уже дизайны весенне-летние очень интересно да получается то есть они все это делают заранее ну то есть предлагать какие-то дизайны сезонные заранее гораздо заранее чтобы уже в сезон могли украсить свой дом на такой вот сэмплер домиков весенних и летних осенних и зимних такие интересные коты вообще необычные такие мне кажется дизайны как-то девочка такая не особо красиво что такое непонятное игрушка пинки но вот собачка симпатичная похоже да похоже что это кэрол торрентон до ее стиле ну что ж дальше зимняя волшебная страна эмма конгтон я не знаю вот за этот год по моему я ни разу не видела ни одного дизайна от этой этот этот дизайнера и вот я так почитала про нее ну собственно все так тонально она дизайнер графический ее научили в детстве шить ее папка с дедушкой вот она захотела спустя долгие годы вышли что-нибудь для себя и поняла что нет таких дизайнов для нее подходящих и сама начала эти схемы делать вот что из этого вышло ну вот такие у нее схемы да за счет контрастов они достаточно понятны сюжеты эти вот и она этот дизайнер предлагает вышить открытки в виде шаров снежных то есть получается сами открытки имеют форму шаров ну я не знаю может быть такие заготовки продаются но в принципе можно делать и самим на вырезать им просто такой веревочкой ну симпатично здесь как совет да что вот эти звездочки которые вышиты на небе их можно для большего блеска выше бисером так ну и для того чтобы вышить все четыре дизайна нам понадобится 20 оттенков мулине равномерка двадцать восьмого каунта голубого цвета в общем вот как то так не будем останавливаться тоже на этом ну собственно в общем то и все больше ничего такого нет в этом журнале это был последний дизайн как всегда открытки это последняя тема выпуски ну вот такой рождественский выпуск предрождественский и как и говорила ноябрьский номер он уже посвящен весне и лету это будет последний для меня номер ноябрьский я больше не буду выписывать в электронном виде этот журнал я не могу сказать что мне понравилось выписывать в электронном виде журнала я просто поняла что я скорее всего будут покупать их в живом виде после того как я посмотрю либо на сайте какие там дизайны да не взять на этого журнала любого другого журнала может быть крестьян там докрываю тот же и потом уже буду покупать потому что в живую выписывать все эти журналы я просто понимаю что у меня у нас дома не так много места чтобы это хранить ну и плюс не каждый дизайн в номере действительно нравится ну все если вам понравился какой-нибудь дизайн какая схема пишите что вы хотели бы чтобы я вам оставила ссылку эту схему я вам ее оставлю я всем желаю хорошего настроения творческих успехов до свидания до новых видео